Всем привет! Приближается день космонавтики и все наверняка думают о ракетах, о том как их делали, как их строили, как их придумали. Я тоже делаю ракеты. Пока на кухне варится борщ, я решил соорудить для своего сына космическую ракету. Но не простую. Как всегда я буду использовать материалы, которые вы можете легко найти, либо у себя дома, либо просто где-нибудь на улице. Это винные пробки. Как я делал пушки из винных пробок, вы наверное уже посмотрели. А сегодня я буду делать из винных пробок ракету. Для этого мне понадобится пробка от шампанского. Желательно сохранить вот эту проволочку, которая удерживала ее. Пробка может быть любой. Такой, такой, любой формы. В итоге мы сможем мастерить нечто похожее на спутник Земли. Эта конструкция напоминает первый советский спутник Земли. Но у меня это будет настоящая летающая ракета. В пробке я проделал отверстия. Для этого я использовал самые простые инструменты. Отвертку, нож и шило. Для того, чтобы сделать разметку, я шилом проворачивал небольшую дырочку. А потом ножом просто выкрашивал лишнюю пробку. Так как у ножа лезвие достаточно широкое, и мне не хотелось разворотить пробку окончательно, для дальнейшего сверления я использовал отвертку. Как видите, даже без дрели вы легко справитесь с такой задачей. Так как ракета штука одноразовая, я заранее продырявил несколько пробок. Теперь приступим к изготовлению стойки, на которой будет крепиться ракета перед стартом. Я удаляю металлическую пластинку. Она нам не понадобится, по крайней мере, в этот раз. И вот эту проволочку, которая обматывалась вокруг горлышка бутылки шампанского. Для этого лучше воспользоваться пассатижами. Вот, собственно говоря, и все. Ножки для нашей ракеты готовы. Эти же ножки будут удерживать ракету не только на земле, но и в полете будут являться стабилизаторами. Вот наш корпус ракеты. Он не всегда может помещаться в готовое отверстие, поэтому отверстие стоит расширить. Немножечко усилий. И наша ракета обзавелась симпатичными ногами, на которые ее можно установить. Итак, корпус ракеты готов. Думаю, с такой задачей справится каждый. Теперь нам потребуется космическое топливо. Итак, парочка ракет готова. Точнее, готовы их корпуса. Для тех, у кого возникнут сложности с изготовлением ножек потомного рода, стабилизаторы можно сделать из обыкновенных спичек. Я покажу, как это сделать. Готовый корпус, который покрасивше. Возьмем вот этот. Прокалываем в четырех местах. Можно в трех коммулин. И вставляем спички. Похоже на войну миров. Тренажник получился. Можно и четыре спички вставить. Итак, не особо удруждаясь, мы изготовили три корпуса ракеты. Чтобы ракета полетела, ей понадобится топливо. Если у кого нет знакомых на ракетной базе, или тетя, или дядя не работают на Байконуре, придется топливо изготовить самим. Как это сделать? Да так же легко. Воспользуемся старым добрым рецептом. Порох для самодельных пушек мы делали из спичек. Любая ракета напоминает пушку, перевернутую дулом вниз. А значит и топливо, как для пушек, так и для ракет, мы сделаем, очистив со спичек серу. Я не буду утомлять вас всей процедурой зачистки. И немножечко сокращу время. Для того, чтобы искрошить коробок спичек, у меня уходит примерно минута. Конечно, если советский коробок, то его можно искрошить гораздо быстрее, да и хватит такой серы на целую ракету. Нынешние спички имеют очень мало серы на головках, поэтому потребуется, наверное, пара коробков, чтобы запустить такую пробковую космическую летающую ракету. Что нам теперь потребуется сделать? Можно, конечно, всыпать топливо прямо в пробку и заткнуть пыжом. Но такая ракета будет очень красиво гореть на старте, а взлет навряд ли удастся. Поэтому рекомендую изготовить простейший реактивный двигатель для нашей ракеты. А теперь я расскажу вам, как изготовить простейший ракетный двигатель. Я воспользуюсь отверткой и фольгой. Намотаю небольшой кусочек фольги на отвертку и сделаю трубочку. Ну, чтобы все было корректно и красиво, я для начала измеряю глубину, которую я проделал в пробке. То есть, такой кусок фольги мне особо не понадобится. разрежу их. Как раз из такого кусочка у меня получится пара ракетных двигателей. корпус готов. Корпус готов. Можно особо не закрывать его с этой стороны, потому что эта сторона будет находиться в пробке. можно приступать к заправке. Берем наше ракетное топливо и засыпаем в двигатель. излишки можно назад вернуть. Чтобы было удобно запускать ракету, лучше двигатель снабдить фитилем. я отрезаю заранее заготовленный фитиль и вставляю в наш ракетный двигатель. Вот так. Можно добавить немножко топлива. ну а теперь я формирую сопло. В принципе, вот этот вот ракетный двигатель сам по себе может летать как ракета. Ну, нас интересует ракета из пробки. и мы размещаем двигатель в корпусе ракеты. Вот так. Будьте аккуратны, желательно, чтобы фитиль не выпал и сопло не было согнуто, иначе ракета может криво полететь. Двигатель заправлен, ракета изготовлена, пара на старт. Ну, прежде чем запустить эту ракету, я заправлю все остальные. Итак, борщ еще не сварился, а моя флотилия из пяти космических ракет уже готова. Как эти ракеты взлетят, смотрите в следующем ролике. Всем пока.